Всем привет! Вы на канале Clownbox World Travel. Сегодня 30 октября, 7.31. Я в предыдущем видео, я прошу прощения, оговорилась. Поэтому маленькая подсъемка. Сейчас 7.31, как выглядит очередь и площадь. Вот приехал автобус небольшой. Этот автобус ждет людей, которые переходят из России. Это я, ваш благеришка. Я оговорилась, я говорю про какие-то старые евро. Конечно, евро вообще никаких нельзя. Я говорила в предыдущем видео про доллары. Доллары USD можно в эквиваленте 10 тысяч долларов. Также можно рубли с собой в эквиваленте 10 тысяч долларов. Это просто я имела в виду, что... Имейте в виду, что если вы хотите взять в Россию доллары USD, американские США доллары, то имейте в виду, что старые купюры, они такие зелененькие, а новые такие синенькие. Старые купюры нельзя, потому что... Ну, как нельзя, потому что там их либо не принимают, либо берут за каждые 100 долларов, именно за старенькие. Комиссию 500 рублей за каждые 100 долларов. Поэтому берите, да, рубли меняйте. Вот здесь, в Мальме. На Мальме есть обменник. Вы все знаете, курс примерно 99 рублей, но курс договорной. Здесь туалет. То есть, если там больше 200 евро, вы можете договориться о курсе. Если больше 1000 евро, вы тоже можете вплоть до там 101 рубль за евро, 104. Так, вот этот автобус уже ждет переходящих из России. Вот этот пункт используется транзитом. Люди едут в основном в аэропорт, в Таллинн. И еще что можно, это можно продукты до 5 килограмм животного происхождения и 5 килограмм обычных продуктов. Но вы это все, в принципе, знаете. Я видео для вас выпускаю, что можно, что нельзя. Смотрите, переходите по ссылкам внизу. Также подписывайтесь на инстаграм. Вот здесь вот за надписью Нарва аппарат кофе. Но он не всегда работает. Вот в этом домике есть магазин продукты. И там тоже аппарат кофе. Но они работают с 10 часов. Сегодня дождик. Обязательно берите дождевики. Ну и вообще ближайшее время такое дождливое время. Да, вчера меня не было, я была в Тойло. Подписывайтесь на телеграм-канал, где я буду добавлять туда сайты, ссылки разные информационные. Это Нарва, чекпоинт, вид Анастасия. Очередь сегодня... Так, сейчас посмотрим. Еще пропустили сейчас. 15-20 человек. То есть, получается, медленно досматривают. Вот, поэтому очередь медленно длится. А так, очередь, конечно, уменьшилась. И сейчас, наоборот, увеличилась очередь из России. Вот. Так что будем на связи. Ну что, хорошего вам дня.